Уважаемые коллеги, здравствуйте! От имени рабочей группы по разработке клинических рекомендаций наджелудочковой тахикардии я сегодня должен рассказать о клинических рекомендациях Минздрава России по этим самым наджелудочковым тахикардиям. Вот состав рабочей группы, как видите, в ней был президиум и более 30 докторов-экспертов, часть из которых консервативные кардиологи-аритмологи, а часть интервенционные аритмологи. Они представляют Москву, Петербург, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Новосибирск и Томск. Вот эти рекомендации, вы можете их увидеть на портале Министерства здравоохранения и на портале Российского кардиологического общества. Они в декабре 2020 года были утверждены Научно-практическим советом Минздрава России. В 2022 года эти рекомендации, как и все другие рекомендации, станут обязательными к исполнению. Ну, если не поступят каких-то новых вводных, как это обычно с нами бывает. Заранее прошу меня извинить, у нас в Питере за 30, а в студии под 40, поэтому я очень надеюсь, что буду оставаться в кондиционном виде до конца этой презентации. Сразу должен сказать, что эти наши российские рекомендации были написаны на базе европейских рекомендаций, которые появились в конце августа 2019 года. Это даже не совсем так. Рекомендации писались долго. Они писались в тесном сотрудничестве, чтобы не сказать, под руководством структуры, которая называется Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения. И когда рабочая группа начала работу над этими рекомендациями, то валидной были рекомендации 2015 года. К моменту окончания нашей работы появились новые рекомендации, поэтому нам пришлось в большой степени нашу работу переделать. Я думаю, что вы понимаете, что мне не удастся рассказать подробно об этих рекомендациях. Они достаточно большие, больше 100 страниц. Хотя, в общем, надо сказать, что из кардиологических рекомендаций 12, которые на момент нашего с вами разговора утверждены научно-практическим советом, рекомендации по наджелудочковым тахикордеям самые короткие, а самые длинные, более 180 страниц, от рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий. Ну, тем не менее, о каких-то основных, наиболее важных позициях этих рекомендаций с нашей точки зрения, конечно, я постараюсь рассказать. Начать хочу с классификации наджелудочковых тахикардий. Нетрудно заметить, что эта классификация вполне традиционная и включает в себя синусовые тахикардии, предсердные тахикардии, тахикардии отриовентрикулярные узловые и отриовентрикулярные, связанные с проведением возбуждения по дополнительным отриовентрикулярным соединениям. Чуть подробнее, наверное, о новостях в классификации. О новости заключается в том, что вот красным обведена большая группа тахикардий, они называются макро-реендри предсердной тахикардии, и сюда входят разные варианты трепетания предсердий, как видите. Это и классическое право-предсердное трепетание истмозависимое, и истмозависимые неклассические трепетания предсердий, и неистмозависимые трепетания предсердий. Существенная часть этих макро-реендри предсердных тахикардий, она является следствием выполненных каких-то вмешательств интервенционных или хирургических на предсердиях. То есть мы говорим о так называемых инцизионных или рубцовых тахикардиях. Больше, пожалуй, в классификации ничего особо нового не появилось. Наверное, добавлю только то, что вот благодаря этим изменениям в классификации появилось некоторое пересечение, правда? Мы ведь говорим о трепетании предсердий в рекомендациях по фибрилляции и трепетанию предсердий, и мы говорим о трепетании предсердий в этих рекомендациях, и надо сказать, что вот такое смешение привело к некоторым коллизиям, о которых я обязательно расскажу. Из самых важных, наверное, вещей, ну вот такая простая схема дифференциальной диагностики тахикардий с узкими QRS-комплексами 120 миллисекунд и менее. Схема очень простая. Вы можете обратить внимание на то, что в правом нижнем углу каждой схемы есть такая ремарка, цитируется по рекомендациям Европейского общества кардиологов 2019 года. Там, где рабочая группа вносила какие-то исправления, а в некоторых случаях она была вынуждена это сделать, то, значит, соответственно, так и написано с исправлениями. Ну вот в данном случае схема дифференциальной диагностики, она, в общем, один к одному с европейскими рекомендациями. Она, в общем, достаточно скучная, особо выдающегося в ней нет, но это полезная схема, которую можно держать у себя под рукой. Итак, все тахикардии делятся на регулярные или нерегулярные. Если тахикардия нерегулярная, то мы выбираем из фибрилляции предсердия, которая не имеет отношения к наджелудочковым тахикардиям. Мы можем думать о фокусной предсердной тахикардии или трепетании предсердии с нерегулярным атриоэнтеркулярным проведением, и мы можем думать о полифокусной предсердной тахикардии, которая, кстати, тоже, как правило, с нерегулярным атриоэнтеркулярным проведением. А вот если тахикардия регулярная, мы задаем себе вопрос, «Видим ли мы пои зубец? Эктопический или ретроградно проведенный?» В данном случае неважно. Если мы зубца П не видим, то мы можем говорить либо о классической адриовентрикулярной узловой aqui тахикардии, или рецепрокной тахикардии. В hep зритах случае, о фокусной пресердной тахикардии, И, наверное, еще реже об эктопической адриовентрикулярной тахикардии. Ну и совсем редко можем думать об алдерикулярной рецепрокной тахикардии. в тех случаях, когда ретроградно проводящий волнительный путь является парасептальным, находится близко к атрио-вентрикулярному узлу. Если мы видим предсердные сокращения, то мы должны соотнести их с сокращениями желудочковыми. Если частота сокращений предсердий большей частоты сокращений желудочков, то это либо трепетание предсердий, либо фокусная предсердная тахикардия, либо совсем редко атрио-вентрикулярная узловая рентриотахикардия, так называемая типичная приентриотахикардия. При такой тахикардии цеприентрия, она, как вы хорошо знаете, внутри АВ-узла, и если блокада ниже атрио-вентрикулярного узла, скажем, на уровне ствола почкогиса, то вот такое проведение может быть нерегулярным. Если ответ отрицательный, то мы должны понять, что частота сокращений желудочков больше частоты сокращений предсердий. Если это так, то мы можем говорить о том, что это и вовсе желудочка в этой тахикардии, высокая септальная, это может быть эктопическая атрио-вентрикулярная тахикардия, редкий вариант, это может быть атрио-вентрикулярная узловая рентриотахикардия, еще более редкий вариант, ну и это могут быть, опять же, редкие варианты тахикардии, которые связаны с проведением возбуждения по волокнам Махайма. Но довентрикулярное проведение по циклонодальной рентриотахикардии, это совсем, в общем, бывает редко. Ну и если ответ отрицательный и тот, и другой, то есть частота сокращения предсердия соответствует частоте сокращения желудочков, то мы оцениваем РП-интервал. И если это длинный РП-интервал, но меньше, естественно, половины ПР-интервала, то мы можем говорить о фокусной предсердной тахикардии, атриовентрикулярной орицепроптной тахикардии и атипичной атриовентрикулярной узловой реэнтере тахикардии. Если интервал РП-стрих обычно так его называют меньше ПР-интервала, но он больше 90 миллисекунд, то чаще всего это атриовентрикулярная орицепроптная тахикардия, иногда это так называемая атипичная АВ-узловая рецепрокная тахикардия, та, что называется fast-slow, ну и иногда фокусная предсерванная тахикардия. А если интервал РП штрих 90 миллисекунд и меньше, то чаще всего это типичная АВ-узловая рей-энтритахикардия. Совсем редко фокусная предсерванная тахикардия, ну и экзапическая АВ-тахикардия или редко атриометрикулярная рентри тахикардия. Ну вот такая достаточно простая классификация. Далее, наверное, есть смысл поговорить о лечении наджелудочковых тахикардий, ургентном и длинном, продолжительном лечении. Итак, начнем мы, конечно, с ургентного лечения наджелудочковых тахикардий, но прежде несколько слов о том, об особенностях наших российских рекомендациях. В отличие от европейских, вы не увидите названий достаточно привычных для нас препаратов. Ну, например, название аденозиновосфат, а также таких препаратов дофетилит, ибутилит, фликоинит, ну и редко использующихся медодрин и передастегмин, которые есть в европейских рекомендациях, потому что они зарегистрированы в Европе и не может быть в наших рекомендациях, потому что они в России не зарегистрированы. Я скажу больше, этих названий не только нет в рекомендациях, даже упоминаний в комментариях об этих препаратах в наших рекомендациях тоже нет. Нам это было запрещено, но, в общем, с моей точки зрения, они вполне обоснованы, потому что, ну, почему бы не знать российским кардиологам о том, что в странах Европы применяют еще и вот такие препараты. Зато в наших рекомендациях есть несколько препаратов, тех, которые не зарегистрированы в Европе, но зато имеются у нас. Это алопенин, это торговое название, как видите. А, кстати, ни единого торгового названия в наших рекомендациях вы не увидите. И, в общем, с моей точки зрения, эта позиция тоже до некоторой степени доведена до абсурда, потому что вы будете видеть, ладно бы еще лапоконятиногидробрамид, это более-менее привычно и не так длинно. Но вот посмотрите, пожалуйста, как именно в наших рекомендациях звучит рефролон, это торговое название. Запомнить это невозможно. АТФ это тоже, как выяснилось, международное непатентованное название, трифосаденин. Именно так он и поименован в наших рекомендациях. Ну, и что касается латвийского препарата этоцезин, то, по-моему, 46 или 49 букв в его названии. Именно так этоцезин и будет именоваться в рекомендациях, не обессудьте. Когда, если вам придется выписывать рецепт на один из этих препаратов, имейте в виду, что вот именно таким образом, не указывая торговые названия, нам с вами придется этот препарат в рецепте указывать. Начнем с сургентного лечения наджелудочковой тахикардии, в частности, с той конкретной клинической ситуации, когда у нас пациент с наджелудочковой тахикардии с узкими QRS-комплексами. Точно сказать, какая это тахикардия, мы не можем. То есть, это стандартная совершенно ситуация, к примеру, когда бригада скорой медицинской помощи приезжает домой к пациенту или пациент доставляется в приемный покой стационара. Мы видим, условно говоря, тахикардию 200 с узкими QRS-комплексами. Какая-то тахикардия, Господь его ведает. Никаких документов у пациента нет, справок нет. Что с ним раньше делали по поводу этой тахикардии, он, в общем, довольно часто бывает, тоже не знает. В этом случае, как и далее везде, мы в первую очередь оцениваем гемодинамическую состоятельность пациента. Если гемодинамика нестабильна, то у нас нет вопросов. Это всегда электроимпульсная терапия синхронизированная и никак по-другому. Если гемодинамика приличная, артериальное давление более или менее, то мы начинаем, естественно, с вагусных приемов. У меня нет времени рассказывать, само собой разумеется, о вагусных приемах. О них рассказано, понятное дело, в рекомендациях, поэтому каждый может посмотреть, какие именно вагусные приемы бывают и как ими пользоваться. Если вагусные приемы неэффективны, второй шаг – это внутривенное введение трифосаденина. Напомню, что мы обычно вводим. Это препарат, который вводится болисом, обычно на физрастворе, и в течение 30 секунд разрушается, в чем его огромное преимущество перед всеми другими антиритмическими препаратами. Мы вводим обычно 10 миллиграмм, то есть одну ампулу болисом, предупредив пациента, что ему станет жарко, лицо покраснеет, чтобы он не пугался, что может возникнуть ощущение замирания сердца. Если это не помогает, через несколько минут мы можем ввести болис 20 миллиграмм, и если он не помогает, еще через несколько минут болис 30 миллиграмм, то есть 3 миллилитра. Больше, естественно, вводить нельзя. Если неэффективно введение трифосаденина, мы имеем право использовать недигидроперидиновые кальциевые антагонисты, то есть веропоамил или дилтиазем, или один из бета-блокаторов, но, собственно, у нас выбрать небольшой, согласитесь. Про пронолола в последнее время парентерального нет. В России, поэтому это либо метапролол, либо эсмолол, если, как говорится, денег не жалко. Ну и понятно, что при неэффективности мы возвращаемся к синхронизированной электрической кардиоверсии, электроимпульсной терапии. Ургентное лечение наджелудочковой тахикардии широкими КРС-комплексами. Здесь схема другая. Основа остается той же самой абсолютно. При нестабильной гемодинамике это только электроимпульсная терапия. Если гемодинамика стабильна, начало то же самое. Вагусные приемы при неэффективности трифосаденин. Представим себе, что у нашего пациента есть старое ЭКГ. Мы их смотрим и видим признаки предвозбуждения желудочков. То есть это манифестирующий синдром ВПВ. В этом случае трифосаденин противопоказан. Мы его не используем. Во всех остальных случаях, пожалуйста. Если неэффективно введение трифосаденина, то в нашем распоряжении есть прокаинамид, новокаинамид. И самым низким классом рекомендаций, а для аммиадарона это практически всегда так, мы можем использовать аммиадарон. Опять же при неэффективности медикаментозной терапии мы возвращаемся к электрической кардиоверсии. Далее по конкретным формам наджелудочковых тахикардий. Вот схема лечения фокусной предсервной тахикардии. Как обычно оцениваем гемодинамику. Гемодинамика нестабильна, это всегда электроимпульсная терапия. Если стабильно, мы можем использовать вагусные приемы, потому что некоторые фокусные предсервные тахикардии, например, связанные с триггерной активностью, они могут купироваться вагусными приемами. Если нет, то в нашем распоряжении веропамил, дилтиозем или один из бета-блокаторов из тех, которые я перечислил, с одинаковыми классами рекомендаций. Если нет, то внутривенно пропофенон или аммиадарон. Обратите внимание, что вот эта последняя рекомендация в красном квадратике, это связано с тем, что, берите в правом нижнем углу, написано, что цитируется по рекомендациям 2019 года, с исправлениями. В данном случае исправление заключается в том, что нам пришлось исключить два препарата, которые в Европе тоже могут быть использованы наряду с пропофеноном и аммиадароном для купирования фокусной предсервной тахикардии. Это и бутилит, и фликоинит. У нас их нет. Ургентное лечение полифокусной предсервной тахикардии. Не так часто она встречается, для нее нет в рекомендациях специальной схемы. Нам предлагается в качестве первого шага по возможности лечения основного заболевания. Я думаю, что для вас не секрет, что полифокусная предсервная тахикардия чаще всего осложняет течение лёгочных заболеваний, в частности, бронхиальная астма, хронической обструктивной болезни лёгких, вот в этих состояниях. Ну и мы имеем право с вами использовать либо бета-блокаторы в отсутствии декомпенсированной хронической сердечной недостаточности или недигидроперидиновый кальциевый антагонист в отсутствии снижения артериального давления или хронической сердечной недостаточности с низкой насосной функцией сердца. Далее, вот та самая большая группа предсервных тахикардий, которая называется макро-реэнтри предсервными тахикардиями. Сюда же относятся в соответствии с новой классификацией разные варианты трепетания предсердий. Опять же, всё начинается с оценки гемодинамики, и если гемодинамика нестабильна, всегда электроимпульсная терапия. Далее, всё зависит от того, какую задачу мы ставим. Если задача — контроль ритма, то предпочтительно электроимпульсная терапия. Если нет, то это могут быть бета-блокаторы или недигидроперидиновые кальциевые антагонисты. Если предпочтительно электроимпульсная терапия, то мы можем использовать низкоэнергетическую синхронизированную электроимпульсную терапию. Для трепетания предсердий этого обычно Вполне достаточно. Если у пациента имеется имплантированное устройство, кардиостимулятор или дефибриллятор, если это достаточно современный аппарат, мы можем воспользоваться его функциями и, скажем, использовать высокочастотную стимуляцию предсердий для восстановления синусового ритма. Если нет, то вот в той части, которая касается медикаментозной терапии, у нас возникли некоторые трудности, прямо скажем, потому что в европейских рекомендациях перечислены два препарата, которые мы можем использовать, и бутилит, и дефитилит, оба из которых не зарегистрированы в России. Поэтому эту часть рекомендаций нам пришлось поменять полностью и предложить два препарата с достаточно хорошей доказательной базой. Это прокаинамид, новокаинамид, и вот помните, да, это самое длинное название, которое на самом деле рефролон. Я думаю, что вы помните, что рефролон – это препарат для использования в условиях палаты интенсивной терапии. Очень хороший, очень высокоэффективный препарат, особенно при трепетании предсердий. При фибрилляции предсердий, само собой, там эффективность рефролона 85%, причем вне зависимости от продолжительности фибрилляции предсердия. А при трепетании предсердий его эффективность еще выше. Если нет такой возможности по какой-то причине, мы можем использовать какую-либо стимуляцию через пищеводную или эндокардиальную. Как вы понимаете, мне ближе через пищеводная стимуляция. Будь моя воля на то, я бы ее вообще поставил выше медикаментозной терапии. Во всяком случае, скажем, при типичном право-предсердном и самозависимом трепетании предсердий, потому что вот при таком трепетании предсердий через пищеводная стимуляция высокоэффективный способ ургентного лечения. Ну и как крайний вариант, опять же, самым низким классом рекомендации, это использование аммиадарона. Ургентное лечение атрио-вентрикулярной реэнтериозловой тахикардии, ну или типичной атрио-вентрикулярной узловой тахикардии. Та же самая история с гемодинамической нестабильностью, когда это электроимпульсная терапия. Если гемодинамика стабильна, видите, здесь выделяется лечение амбулаторное и стационарное. Ну, имеется в виду, что амбулаторное – это еще и самолечение, вагусные приемы пациент может использовать совершенно самостоятельно. Если вагусные приемы неэффективны, это, естественно, атрифосаденин, его эффективность порядка 98% при такой тахикардии. Но если он неэффективен, мы имеем право использовать негидроперитиновые кальциевые антагонисты и бета-блокаторы. Как всегда, при неэффективности медикаментозной терапии – это возврат к синхронизированной электроимпульсной терапии. Не реэнтриозловая тахикардия – ну, во-первых, достаточно редкая вещь, а во-вторых, надо помнить, что купируется не реэнтриозловая тахикардия гораздо хуже, чем реэнтриозловая тахикардия, что говорить. Нам предлагается использовать для купирования таких приступов веропамил, протеинамид, ну и, как крайний вариант, как обычно, аммиадарон. Обратите внимание, что по этому поводу нет рекомендаций Европейской ассоциации кардиологов, но это просто потому, что наши европейские коллеги запамятовали указать класс рекомендаций, ничего личного. Это просто такая техническая ошибка в рекомендациях 2019 года Европейской ассоциации кардиологов, которую нам пришлось исправить. Ургентное лечение атриовентрикулярных резипробных тахикардий, связанных с внеузловыми дополнительными проводящими путями, чаще всего с дополнительными атриовентрикулярными соединениями, но не только, не только. Итак, очень похоже все на реэнтри тахикардии. Все зависит от того, насколько стабильна гемодинамика, понятно, что делать, когда она нестабильна. Далее, опять же, вагусные приемы для амбулаторных пациентов, для стационарных. При стабильной гемодинамике тоже вагусные приемы, а далее нам надо учитывать, какая это тахикардия, ортодромная или антидромная. То есть антидромная тахикардия – антиградное проведение возбуждения по дополнительному атриовентрикулярному соединению, а ретроградная – по атриовентрикулярному узлу. Так вот, если тахикардия ортодромная, имеем право использовать трифосаденин, при неэффективности можем использовать недигидроперидиновые кальциевые антагонисты и бета-блокаторы. А вот если тахикардия не ортодромная, то есть антидромная, мы не имеем права использовать трифосаденин, а используем прокаинамид или пропофенон. Видите, красный квадратик в данном случае означает то, что нас с вами лишили возможности использования и бутилида, и фликоинида для восстановления синусового ритма у этих больных. Нам пришлось исключить эти препараты из схемы. Вот, собственно, то, что касается неотложного лечения наджелудочковых тахикардий. Давайте теперь перейдем к лечению медикаментозному, длительному или интервенционному, или даже в каких-то случаях хирургическому лечению наджелудочковых тахикардий. Вы все хорошо знаете, что при наджелудочковых тахикардеях в целом интервенционное лечение давно уже лидирует, оно давно уже эффективнее, чем любая медикаментозная терапия. Это, в общем, совершенно очевидно. Начинаем, естественно, с синусовой тахикардии, которая, как вы знаете, бывает физиологической, и мы ее не рассматриваем. А мы с вами рассматриваем нефизиологическую синусовую тахикардию, довольно редкую, чтобы не сказать совсем редкую, синусовую узловую реэнтритахикардию, и так называемый синдром постеральной ортостатической тахикардии. Это то, что мы выявляем, например, при пассивной ортостатической пробе. Ну и вот схема лечения такой тахикардии. Нам рекомендуют заняться обратимыми причинами синусовой тахикардии, не физиологической. Причин таких обратимых миллион, как вы понимаете. Ну я даже не знаю, от тиреотоксикоза до высокой эмоциональной нагрузки, скажем. Если это лечение обратимых причин не возымело своего действия, мы можем использовать и вабрадин. Кстати, сравнительно недавно мы имеем право использовать блокаторы и в каналов, и вабрадин. Ну и бета-блокаторы, естественно. Если это неэффективно, если мы говорим о рецидивирующей узловой реэнтри тахикардии, мы должны понять, как мы хотим лечить этого пациента. И если речь идет о реэнтри синусовой тахикардии, мы хотим таблеток, тогда это может быть веропамил или дилтиозем. Или мы хотим интервенционного лечения, катетерной аблации. Обратите внимание на то, что класс рекомендаций для катетерной аблации выше, чем медикаментозная терапия. Я хочу понимать, что это операция с известным риском, потому что эта катетерная аблация может закончиться имплантацией электрокардиостимулятора. Но, тем не менее, такую манипуляцию выполняют. И, повторяю, класс рекомендаций катетерной аблации выше, чем медикаментозная терапия. Понятно совершенно, что если неэффективна медикаментозная терапия, мы возвращаемся к катетерной аблации. Если это не реэнтерисимусовая тахикардия, а какая-то другая, нефизиологическая или постуральная, мы можем использовать, помимо раздельного применения ивабродина и бета-блокаторов, мы можем использовать комбинацию ивабродина с бета-блокаторами. Такое тоже возможно. Как видите, эта схема в российских рекомендациях ничем не отличается от аналогичной схемы в рекомендациях европейских 2019 года. Фокусная пресирная тахикардия, длительное лечение, подчеркиваю, или интервенционное лечение, естественно. Вот если эта тахикардия не пароксизмальная, а постоянно рецидивирующая или хроническая, а если так, высок риск формирования аритмической кардиомиопатии или тахикардитической кардиомиопатии, тогда это катетерная аблация с высоким классом показаний. Если это пароксизмальная пресирная тахикардия, то в том случае, если мы хотим медикаментозной терапии, Мы можем использовать бета-блокаторы или недигидроперидиновые кальциевые антагонисты, или пропофенон. Почему красный квадратик? Потому что в европейских рекомендациях в этой части еще поименован фликоинид, которого у нас с вами нет. Поскольку у нас нет фликоинида, зато у нас с вами есть как минимум два препарата, не зарегистрировавших в Европе, которые мы имеем право использовать по тем же показаниям, что и пропофенон. Это, вы уж извините, я буду использовать торговые названия, потому что мне не воспроизвести химическую формулу. Это аллопенин и этоцезин. Давайте честно говорить, доказательная база для того и другого препарата, конечно, отличается от доказательной базы, скажем, для профенона или фликоинида. Но, тем не менее, публикаций достаточное количество, и нам, рабочей группе, пришлось эти публикации раскопать, естественно, потому что нам надо было на что-нибудь сослаться. И, собственно, мы это сделали. При неэффективности этого лечения, опять же, ивабродин в сочетании с бета-блокатором, ну и, как обычно, на последнем месте лечение аммиадарона с самым низким классом рекомендаций. Ну, в данном случае, таким же низким, как и комбинация ивабродина с бета-блокаторами. Не получается, значит, возвращаемся к катетерной аблации. Надо сказать, что при фокусной апресирной тахикардии катетерная аблация – это высокоэффективный метод лечения. Далее, полифокусная апресирная тахикардия. Я как раз начал говорить о том, что здесь нет тоже никакой схемы. Мы имеем право использовать в первую очередь недигидроперидиновые кальциевые антагонисты. Это тем более актуально, потому что основным заболеванием при полифокусных тахикардиях чаще всего является какая-то легочная патология. Тем не менее, мы можем использовать селективные бета-блокаторы. Ну и, как крайний вариант, хотя с достаточно высоким классом рекомендации, это может быть катетерная аблация от ревентрикулярного узла. Такой радикальный и, честно могу сказать, нелюбимый мной метод лечения с последующей имплантацией электрокардиостимулятора. В последние годы предпочтительно имплантация не обычного аппарата, скажем, частотно-адаптивного, однокамерного, а бивентрикулярного кардиостимулятора. Или, ну вот что совсем модно и правильно, наверное, в последнее время, аппарата со стимуляцией пучка ГИСа. Это если с помощью таблеток у нас с вами ничего не получается. Далее. Трепетание предсердий или макро-реэнтри предсердные тахикардии. Вот как раз это то самое место, на котором придется остановиться несколько подробнее. У нас с вами есть рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий, где говорится о трепетании предсердий. И у нас есть рекомендации по наджелудочковым тахикардиям, где говорится о трепетании предсердий. И некоторые вещи, как бы это помягче сформулировать, не совпадают. Ну вот, обратите внимание, пациентам с трепетанием предсердий и сопутствующей фибрилляцией предсердий рекомендуется такая же антикоагуляция, как при фибрилляции предсердий. Ну, это и так понятно, да? А вот что касается трепета без фибрилляции предсердий, прочитайте, пожалуйста, внимательнее вместе со мной. Для таких пациентов рекомендуется антикоагуляция, но критерии ее инициации не установлены. Между тем, в рекомендациях по фибрилляции и трепетанию предсердий никаких различий по антитромботической терапии между трепетанием предсердий и фибрилляцией предсердий нет. То есть мы с вами хорошо знаем, что риск тромбоэмболей системных и ишемического инсульта при трепетании предсердий ниже, чем при фибрилляции предсердий. Особенно, если это касается так называемого правильного трепетания предсердий, право предсердного и стмозависимого. Но лечебная тактика должна, с моей точки зрения, с точки зрения рабочей группы, естественно, соответствовать тому, что написано в рекомендациях по диагностике и лечению фибрилляции и трепетания предсердий. Есть шкала ЧАД-СВАСК, шкала риска системных тромбоэмболей и ишемического инсульта. И когда мы выбираем антитромботическую терапию для наших пациентов с трепетанием предсердий, мы должны следовать именно этой шкале. То есть 2 балла у мужчины, 3 балла у женщины – обязательное назначение пероральных антикоагулянтов. 1 балл у мужчины, 2 балла у женщины – рассматривается вопрос о назначении пероральных антикоагулянтов. Вот как-то так, вероятно, надо подойти к этому вопросу. Далее, по лечению трепетания предсердий, длительному и макро-реэнтри предсердных тахикардий. А то, что приоритет за катетерная аблация, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Поэтому, если это симптомная и рецидивирующая макро-реэнтри предсердная тахикардия, то, конечно, если это каватрикоспидальное и смозависимое трепетание предсердий, это катетерная аблация. Если это какое-то более сложное трепетание предсердий, не каватрикоспидальное и смозависимое или каватрикоспидальное и смозависимое трепетание предсердий, это все равно катетерная аблация, но в опытных центрах, в центрах, которые имеют большой опыт проведения таких операций. Если мы хотим лечить таких пациентов, если это несимптомная или нерецидивирующая часто трепетание предсердия или макро-реэнтри предсердная тахикардия, если мы хотим лечить такого пациента медикаментозно, имеем право. Это либо бета-блокаторы, либо негидроперидиновые кальциевые антагонисты и, как всегда, на худой конец аммиадарон с самым низким классом рекомендаций. Если не хотим медикаментозной терапии, естественно, имеем полное право, и это катетерная аблация с достаточно высоким классом рекомендаций. Далее, типичная авериэнтриозловая тахикардия. Здесь все просто, но должен сказать, что я даже не помню, честно говоря, когда по поводу такой тахикардии назначал медикаментозную терапию. Это, может быть, касается только тех пациентов, которые должны достаточно много времени провести в листе ожидания перед катетерной аблацией, медленной части адривентикулярного узла, вот такой классической операции при этих тахикардиях. Надо сказать, что при авериэнтрии тахикардиях эффективность катетерной аблации более 95%. Странно вообще лечить таких пациентов медикаментозно, но это не запрещено, поэтому еще раз, приоритет, конечно, за катетерной аблацией. Если по какой-то причине желательно медикаментозная терапия, то это либо негидроперидиновые кальциевые антагонисты, либо бета-блокаторы. Понятно, что при их неэффективности все равно катетерная аблация. Опять же, поскольку мы имеем право использовать пропофенон для лечения такой тахикардии, мы имеем право использовать те препараты, которые не зарегистрированы в Европе, но зарегистрированы в нашей стране. Я сейчас начал говорить о лечении не реэнтри узловой тахикардии. Это вот та самая тахикардия, при которой катетерная аблация, в принципе, возможна, но это не вполне безопасная история, потому что риск артифициальной блокады при неэрентри узловой тахикардии очень высокий. Такую неэрентри узловую тахикардию, как я только что сказал, мы имеем право лечить бета-блокаторами, если нет, естественно, коронарной болезни сердца, и пропофеноном. А раз нам предлагается пропофенон, мы можем использовать алопенин и этоцезин, потому что и в этой части рекомендации нас тоже лишили фликоинида, который мог бы быть использован в этой клинической ситуации. Большая группа тахикардии, АВ-реэнтри тахикардии, связанные с манифестирующими или скрытыми аномальными проводящими путями, то есть дополнительными внеузловыми проводящими путями. Очень похожая схема на ту, которая используется при АВ-узловых реэнтри тахикардиях, правда? Если эта тахикардия симптомная и рецидивирующая, то, естественно, это катетерная аблация как метод лечения выбора. Если по какой-то причине желательно медикаментозная терапия, ну, значит, тогда нам надо понять, какая это тахикардия ортодромная или антидромная. Если она ортодромная, пожалуйста, те же самые кальциевые антагонисты, негидроперидиновые и бета-блокаторы. Если она антидромная, это пропофенон. Опять же, в этой части нас лишают фликоинида, который прописан в рекомендациях европейских, а мы с вами можем использовать алопенин и этоцезин. Понятно, что при неэффективности катетерная аблация. Ну, вот, собственно, в этих комментариях и написано о том, что раз нас лишили фликоинида, мы можем использовать алопенин и этоцезин. Вот мы с вами закончили обсуждение ориентного и длительного лечения наджелудочковых тахикардий. Мне теперь нужно несколько слов сказать о некоторых, не обо всех, на это просто нет времени, о некоторых особых группах пациентов. Ну, вот, в частности, у нас всегда имеются трудности, когда мы пытаемся лечить наджелудочковые тахикардии в целом, и наджелудочковые тахикардии в частности, у пациентов взрослых с врожденными пороками сердца. Вот основные положения по поводу лечения желудочковых тахикардий у взрослых с врожденными пороками сердца на двух картинках я вам сейчас перечислю. Вот такая необычная вещь для пациентов с фокусной предсердной тахикарнией или трепетанием предсердий. Антикоагуляция аналогичная, предусмотренная для пациентов с фибрилляцией предсердий. Если это гемодинамически нестабильные пациенты, это синхронизированная электроимпульсная терапия. Вагусные приемы. Для того, чтобы ваш пациент не упал, не дай бог, при выполнении вагусных приемов, а это бывает, то лучше лежа с приподнятыми ногами, чтобы гипотезии не было. При неэффективности вагусных приемов, трифосаденин от 10 до 30 мг, мы с вами это обсуждали. При неэффективности вагусных приемов и трифосаденина, веропамил или дилтиазем, возможно введение практически с тем же классом рекомендаций, доказательный уровень чуть меньше, бета-блокаторов и смолола и метапролола. Ну и если не получается с медикаментами, для восстановления синосаорит или контроля частоты зернечных сокращений, то опять же электроимпульсная терапия. Далее, катетерная аблация у больных с пороками только в опытных центрах. Я думаю, что это понятно, это непростая история очень, особенно если были уже вмешательства по поводу пороков сердца. Бета-блокеры при рецидивирующей фокусной предсердной тахикардии или трепетании предсердия, если по какой-то причине катетерная аблация невозможна или уже не получилось, хотя в общем вы знаете, что эту процедуру можно выполнять и повторно. Если предполагается хирургическая коррекция, то катетерная аблация или до этой коррекции, или в общем последнее время бывает, наверное, даже чаще, это такое одновременное вмешательство и по поводу порока, и по поводу тахиаритмии. Амиадарон – это крайняя ситуация, самый низкий класс рекомендаций, как видите. Сатало не рекомендуется в качестве антиаритмической терапии, ну во всяком случае первой линии, поскольку это опасно. Про пофенон, значит, то же самое не рекомендуется у пациентов достаточно выраженной дисфункцией левого желудочка и выраженным фиброзом. Катетерная аблация, когда и если женщина планирует беременность, женщина с наджелудочковой тахикардией, то, значит, лучше сначала устранить наджелудочковую тахикардию, а только потом уже планировать беременность. Электроимбульсная терапия, естественно, при нестабильной гемодинамике. Вагусные приемы, при их неэффективности трифосаденин для быстрого оккупирования наджелудочковых тахикардий, вы понимаете, что не всех подряд, а только тех, которые оккупируются вагусными приемами и трифосаденином. Могут быть использованы селективные бета-блокаторы для быстрого оккупирования тахикардий или контроля частоты сердечных сокращений. Может быть дегоксин использован для контроля частоты сердечных сокращений при пресердных тахикардиях или трепетании пресердий, если неэффективны бета-блокаторы. Вообще в акушерстве, как я понял, к дегоксину относятся гораздо более трепетно, чем кардиологи, которые занимаются аритмологией в такой повседневной жизни. Ну и в течение первого триместра лучше обходиться. А если честно, то просто надо обходиться без антиаритмических препаратов, потому что это опасно для плода. Это в общем тоже понятно совершенно. Далее, возможны селективные бета-блокаторы за исключением от аналола. Здесь есть некая дифференциация бета-блокаторов по тому, насколько они проникают через плацентарный барьер. Ну как-то обычно, если это бета-блокаторы, то почему-то чаще всего используется метапролол. Может быть использован веропамил, например, который, кстати, тоже проникает через плацентарный барьер. Понятно, что в отсутствии манифестирующего синдрома ВПВ. Пропофенон может быть использован у пациентов с синдромом ВПВ, естественно, если нет коронарной болезни сердца или других структурных изменений сердца. Еще одна точка приложения пропофенона, если бета-блокаторы неэффективны, как видите. Опять же, дигоксин или веропамил рекомендуется для контроля частоты сердечных сокращений при неэффективности бета-блокеров. Опять же, если нет синдрома Вольф-Паркинсону Айта. Не рекомендуется амиадарон. И если все-таки по какой-то причине необходима катетерная аблация, то эта катетерная аблация должна выполняться в опытных центрах. И здесь написано, что с минимальной флюороскопией. Ну а мы знаем, что это сейчас вполне возможно с появлением навигационных систем. У нас есть в России центры, где и вовсе флюороскопию не используют. Многие катетерные аблации выполняют только с нефлюороскопическим контролем. Следующий раздел – профилактика. Он, в общем, сравнительно небольшой, достаточно смешной. Но вот нам предложено для пациентов с наджелудочковыми тихикардиями модификация образа жизни. Какая именно модификация, я думаю, что вы хорошо знаете. Я с удовольствием прочитал, что нужно моим пациентам с наджелудочковыми тихикардиями избегать курения, управления алкоголя, продуктов, содержащих кофеин, ситуации, вызывающих стресс и так далее, и так далее, и так далее. Согласимся? Конечно. Обратите внимание, что в наших российских рекомендациях это самый низкий класс рекомендаций и доказательный уровень. Потому что, поверьте мне, найти научную литературу, научную, подчеркиваю, в которой доказывалось бы, что, скажем, дополнительный стресс или нарушение режима ночного сна провоцирует появление наджелудочковых тихикардий, ночью практически невозможно. Уровень рекомендаций С, как вы понимаете, это мнение экспертов. Ну, мы же с вами согласны с тем, что все это нехорошо, да? Ну, в общем, давайте так больным и рассказывать. Далее, если мы говорим о профилактике, это лечение предсердной экстрасистолии. Понятно совершенно, но на самом деле доказано, да, что чем выше бремя предсердных экстрасистол, тем более вероятно то, что эти экстрасистолы будут провоцировать какие-либо наджелудочковые тихиаритмии и, в частности, наджелудочковые тихикардии. Вот, значит, чтобы этого не происходило, мы должны лечить артериальную гипертензию, снижать избыточную массу тела, выявлять и лечить синдром опно и сна. Конечно, все это надо. Кстати, мы имеем право лечить предсердную экстрасистолию антиритмическими препаратами. В наших рекомендациях по наджелудочковым тихикардиям такого нет, потому что они не этому вопросу посвящены. Ну, и вот там есть такая сносочка. Высокое бремя предсердной экстрасистолии – это более 500 штук экстрасистол в течение суток мониторирования ЭКГ. Еще один, вернее, продолжение этого раздела, профилактика – это лечение, вызванное тихикардией, кардиомиопатии, и понятно совершенно, что ее нужно выявлять. Она ведь может быть бессимптомной, между прочим. Итак, рекомендую это считать вероятным диагноз, вызванный тихикардией, то есть эритмогенной кардиомиопатии у пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка при наличии постоянной или рецидивирующей тихикардии частотой более 100 в минуту, после исключения других возможных причин кардиомиопатии. Должен сказать, что исключить другие возможные причины кардиомиопатии, естественно, далеко не всегда удается. Нам рекомендовано проводить пациентам холтерское мониторирование ЭКГ для диагностики вызванной тихикардии и кардиомиопатии. То есть мы просто выявляем малосимптомные тахиаритмии с помощью этой методики. Мы обязаны больным с кардиомиопатией назначать ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента, бета-блокеры, антагонисты минерал-картикоидных рецепторов при этих состояниях, естественно, для улучшения прогноза. Это, в общем, мы тоже хорошо знаем еще и по лечению фибрилляции предсердий, само собой разумеется. Катетерная область рекомендуется пациентам с постоянной или рецидивирующей наджелудочковой тихикардией, даже если она бессимптомна для контроля ритма. Если мы предполагаем, что вот это увеличение камер сердца, эту кардиомиопатию вызвало именно эта бессимптомная тахиаритмия. Надо сказать, что это во многом, конечно, отсылка на результаты исследования Кабана, большого, которая вот уже больше года назад завершилась, где было показано в отношении фибрилляции предсердий, что, скажем, сравнивалось, как вы понимаете, антиритмическая терапия и катетерная область, изоляция устьев легочных вен при фибрилляции предсердий. И там оказалось, что качество жизни, да, конечно, при катетерной облации выше. Но конечные точки, в общем, без статистически достоверной разницы. А вот для особой группы больных, для пациентов с хронической сердечной недостаточности, клинически значимой, была разница в пользу катетерной облации и по конечным точкам, поэтому я думаю, что это вполне состоятельная рекомендация в отношении катетерной облации у тяжелых достаточно больных. Далее, катетерная облация В-вузла с последующей бивентрикулярной электрокардиостимуляцией или стимуляцией пачка ГИСа. Ну, если у нас ничего не получается, а никаким другим способом, это, в общем, понятно, что не оптимальный вариант лечения, но вполне возможный, как видите, с высоким классом рекомендаций. Ну, бета-блокаторы, понятное дело, рекомендуются при кардиомиопатии, вызванной наджелудочками тахикардеями, когда и если у нас ничего не получается с катетерной облацией. Далее, несколько картинок о пациентах с так называемым феноменом Войп-Ракинсонуайта, это пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков. Тут все интересно, потому что, обратите внимание на самую первую рекомендацию, неинвазивное или внутрисердечное электроксологическое исследование рекомендуется пациентам с бессимптомным предвозбуждением желудочков для стратификации риска, угрожающих жизни аритмических событий. То есть, всем пациентам без жалоб, у которых есть признаки предвозбуждения желудочков на ЭКГ, показано неинвазивное или внутрисердечное электроксологическое исследование для оценки электроксологических свойств дополнительного атриоентрикулярного соединения. Кстати, вы обнаружите, что в этой части рекомендаций в частности одно и то же действие трактовано по-разному, ничего страшного в этом нет, просто классы рекомендаций отличаются. Неинвазивное или внутрисердечное исследование рекомендуется для стратификации риска. Ну, собственно, сразу об этом и речь. У людей с бессимптомным предвозбуждением желудочков работа, хобби, занятия спортом, которых связаны с высоким риском. Вроде бы одно и то же, да, дублирование. Но обратите внимание, если для всех пациентов с феноменом ВПВ класс рекомендаций 2А, то вот для этих людей особых класс рекомендаций 1Б, доказательный уровень. То есть это гораздо более жесткая рекомендация просто. Ну и действительно, представители экстремальных профессий, у них выявляется феномен ВПВ манифестирующий, они подвергаются этой процедуре, а на самом деле мы дальше увидим, они еще и катетерной аблации подвергаются, даже если не имеют никаких симптомов. Катетерная аблация дополнительного атриоентрикулярного соединения рекомендуется бессимптомным пациентам, у которых при неинвазивном или внутрисердечном исследовании с использованием провокационной пробости, изопротеренолом, между прочим, выявляется повышенный риск опасных для жизни желудочковых аритмий. Что может выявляться у таких людей? Эффективный рефрактерный период антеградный, 250 мс и менее. Если провоцируется фибрилляция предсердия, мы тот же самый эффективный рефрактерный период можем померить, измерив минимальный интервал между двумя широкими QRS-комплексами, проведенными антеградно по дополнительному атриоентрикулярному соединению. Тот же самый критерий, 250 мс. Но более того, если мы индуцируем авета хикардию, которая трансформируется в фибрилляцию предсердий, это само по себе опасность и показания к интервенционному лечению. Ну вот еще одна рекомендация, о которой я уже вскользь сказал. Катетерная облация рекомендуется при феномене ВПВ людям, у которых наличие вот такой, казалось бы, малости, бессимптомной аномалии, оно исключает специфические рот занятий. Вот пилоты самолетов, например, понятно, что их никто не допустит до работы вот с такой аномальной кардиограммой. То есть, по сути, нам с вами приходится лечить кардиограмму. Не только вот в этом случае, в некоторых других тоже, если успею, скажу два слова об этом обязательно. Ну вот далее, посмотрите. Неинвазивная или инвазивная оценка проводящих свойств дополнительного атриоентрикулярного соединения рекомендуется у ЛИС с бессимптомным предвозбуждением. Ну вот, казалось бы, дублирование, да? Ну, низкий класс рекомендаций, в данном случае другой. Инвазивная стратификация риска у пациентов без данных за низкий риск при неинвазивных исследованиях. Что имеется в виду? Ну вот представьте себе пациенту с феноменом боль в протенционную айта. Мы повесили холтеровский монитор и обнаружили, что у него феномен интермитирующий. Возбуждение проводится то по атриоентрикулярному узлу, то по дополнительному атриоентрикулярному соединению. Это клиническая ситуация, когда в подавляющем большинстве случаев проведение возбуждения по дополнительному АВ-соединению безобидно. Раз оно интермитирующее, значит электрофизиологические свойства дополнительного соединения и АВ-узла очень близкие. А раз они очень близкие, никакой устойчивой тахикардии или жизнеопасной тахикардии у этого пациента, скорее всего, возникнуть не может. А если вот мы не выявляем ничего, то вот с низким классом рекомендаций, обратите внимание, катетерная аблация для людей с бессимптомным предназбуждением, у которых низкий риск по данным инвазивных или неинвазивных исследований. Имеется в виду, что таким пациентам мы тоже имеем право выполнить катетерную аблацию. Подчеркиваю, речь идет о феномене ВПВ. Я думаю, что многим из вас приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда мама-доктор приводит своего ребенка с феноменом ВПВ. У него не было ни разу в жизни никаких противов тахикардии, говорит, а я хочу, я боюсь, я хочу, чтобы моему сыну была выполнена катетерная аблация пучка Кента. Это какое-то основание для того, чтобы удовлетворить такое требование. Хотите еще пример? Ну, пожалуйста. Молодой человек поступает в военное училище, у него феномен ВПВ. Его никто не возьмет в военное училище с феноменом ВПВ. Если это целеустремленный молодой человек, он добьется того, что ему выполнят катетерную аблацию дополнительного отрионтикулярного соединения. Так, в общем, бывает не так уж и редко. Ну, и понятно совершенно, что пациенты с феноменом ВПВ должны наблюдаться. Диспансерно-динамическое наблюдение – последняя рекомендация в данном случае. Ну, и завершаются рекомендации, не знаю, возможно, самым важным разделом. Это критерии оценки качества медицинской помощи. Их всего 14 пунктов. Они есть в каждых рекомендациях. Суть заключается в том, что когда и если к нам с вами будет приходить доктор страховой компании и интересоваться нашей работой, он в первую очередь будет оценивать эту работу, скорее всего, именно по этим критериям оценки качества медицинской помощи. Вот в рекомендациях по наджелудочковым тахикардеям этих критериев 14 штук. Нам рекомендовали, чтобы их было во всех рекомендациях 10 или немножко больше. Но вот у нас получилось 14, просто потому, что мы взяли все рекомендации с самым высоким классом рекомендаций, как видите. Это везде первый класс рекомендаций. Здесь нет ничего особенного. Я просто перечислю коротко. Итак, пациент должен быть направлен в картеологический центр для решения вопроса о необходимости катетерной аблации при трепетании предсердий в кого-то трикоспидальном и самозависимом. Пациент должен быть направлен в опытный центр. При постоянной рецидивирующей наджелудочковой тахикардии, если у него есть подозрение на вызванную тахикардии, кардиомиопатию, понятно, что при гемодинамически значимой наджелудочковой тахикардии должна быть выполнена электроэпульсная терапия. Если это реэнтерия тахикардия и гемодинамика в порядке, это вагусные приемы, которые должны быть применены. Если неэффективны вагусные приемы, трифосаденин должен быть применен. То есть банальные такие вещи совершенно, которые никого не могут из нас с вами сильно подвести. Если неэффективны вагусные приемы и трифосаденин, значит антиаритмический препарат. Тоже очень понятно совершенно. Если неэффективен антиаритмический препарат, значит синхронизированная электроэпульсная терапия. Ну вот про фокусную тахикардию. Тоже первый класс показаний, поэтому специализированный картиологический центр для решения вопроса о катетерной аблации при фокусной пресердной тахикардии, особенно если она постоянно рецидивирующая или хроническая. Ну просто потому, что велика вероятность формирования тахикардиомиопатии. Не каутригоспидальное и смазозависимое отрепетание пресердий. Да, катетерная аблация в опытном центре, то есть пациент должен быть направлен в какой-то опытный центр, но, как правило, скорее всего, в федеральную какую-то структуру. Ну вот опять же катетерная аблация в специализированном кариологическом центре при персистирующем отрепетании пресердий или при наличии снижения функции левого желудочка из-за тахикардиомиопатии. Ну и последние четыре критерия. Из них один про антикоагуляцию, естественно, потому что это тоже первый класс показаний. Далее это пациенты АВ-узловой типичной тахикардии и АВ-тахикардии рецепрокной с проведением возбуждения по дополнительному атроэнтеркулярному соединению. Там лечение выбора, естественно, это катетерная аблация. Ну и далее про феномен ВПВ. Неинвазивная или внутрисердечная эфи для пациентов без наджелудочковых тахиаритмий, если у них работа, хобби, занятия спортом связаны с высоким риском, ну и если мы выявляем какие-то факторы риска, которые позволяют считать потенциальную тахиаритмию такого пациента опасной для жизни, то есть эффективный рафрактерный период или минимальный интервал между соседними эрерами широких комплексов фибрилляции и предсердий 250 миллисекунд и менее, или индуцирующаяся фибрилляция предсердий с проведением возбуждения антиградным по дополнительному антикулярному соединению, это все тоже направляется на катетерную аблацию даже при феномене ВПВ. Ну вот, собственно, и все, наверное, что хотел и мог за это время рассказать. Благодарю вас за внимание. Спасибо.